Приветствую всех искреннолюбящих Господа Иисуса Христа. Хочу с вами поделиться сегодня неактуальной темой. И эту тему вместе давайте будем называть «Власть дьявола». Мы знаем, что Сын Божий Иисус Христос пришел, чтобы аннулировать власть вот этого падшего ангела. И написано, что Он пришел и Своей смертью лишил власти, имеющую державу смерти, то есть дьявола. Послание Иверима об этом гласит, и этим мы должны радоваться. Но часто в нашей жизни мы замечаем присутствие вот этой темной силы и начинаем думать так. Ну, если Он поражен, если Он побежден, если у Него больше нет власти над нами, то почему Он часто приходит и начинает как бы в нашей жизни действовать? Конечно, есть положение. Например, 16 глава, 20 стих, послание римлянам, апостол Павел говорит так, что «И Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Так если сатана уже поражен, если Иисус Христос уже победил вот эту темную силу, то как понять, когда вскоре Он, Бог, будет поражать, сокрушать под ногами нашими? Почему это происходит? В жизни Иисуса Христа Он потерпел юридическое поражение на юридическом основе. Он официально пораженный враг, враг, который осужден. Так написано в Евангелисте, и Иоанн об этом говорит, что, значит, когда придет Дух Истины, Он будет обличать мир о грехе. И грех заключался в следующем – в неверии, что они не веруют, что это Я, о правде, что Иисус Христос идет к Отцу, и о суде, что князь мира сего осужден. Не то, что Он будет осуждаться, Он уже осужден еще при жизни Иисуса Христа. И факт этого было в том, что Иисус умер и воскрес, и этим доказал, что сила у дьявола уже аннулирована. Он не имеет уже державы смерти. В первой главе книги Откровения замечаем, что Иоанн говорит, когда он увидел Сына Божия Иисуса Христа, он увидел его лицо, как солнце, сияющее в своей силе. И он сказал, сей я умер и воскрес, и имею ключи ада и смерти. Иисус Христос пришел, Он своей смертью взял власть у дьявола, и взял у него ключ и ада, и смерти. И сегодня ключи ада и ключи смерти находятся в руке Господа Иисуса Христа. Это очень славно, это прекрасно, потому что, когда мы вокруг нас смотрим, и смотрим, вот идут войны, вот голод, вот массовые убийства, вот автокатастрофы, вот случаются бедствия, вот катаглизмы за катаглизмой, и бедствия за бедствиями, наши сердца должны вроде как бы смущаться, вроде мы должны бояться чего-то, но Бог своим присутствием дает нам мир, дает нам покой, показывает, что у нас есть Господь, у нас есть Иисус Христос, который победил дьявола, и вот эти ключи ада и смерти у него в руке, и Он не допустит ни смерти, ни ада, чтобы это прикоснулось к нам. Я понимаю, что когда приходит наш момент, и мы, значит, прощаемся с миром всем, но это совершенно другое, это Слово Божие исполняется, как написано, и как положено человекам однажды умереть, а потом суд. Каждому из нас до прихода Иисуса Христа физически положено однажды умереть, это не обозначает, что вот та смерть, о которой говорится, над которым имел власть дьявол, над нами еще имеет власть. Нет, это просто определение Божие действует в нашей жизни по-пророчески. Слава Господу за это. Так, давайте сегодня немножко будем расчленять вот этот процесс, где дьявол может иметь власть в нашей жизни и в каких случаях. Первое, что мы можем показать, это когда человек грешит. Осознанно или неосознанно, по воле или не по воле, когда человек грешит, он допускает определенные силы войти в его сферу. Это получается, что он двери или окна своей крепости, своего дома приоткрывает перед определенными силами. Если человек, допустим, пойдет к гадалке и будет просить, чтобы угадать в его жизни что-нибудь, этим человек открывает определенную дверь, через чего вот этот бес может войти в его территорию и действовать. Если этот человек будет каяться, сокрушаться перед Богом, просить прощения и исповедуя свой грех оставить внутри себя и вообще, тогда этот бес теряет свою силу и не может уже действовать в жизни этого человека. Если человек грешит каким-нибудь грехом, в данном положении вот этот бес получает власть действовать в жизни этого человека, пока этот грех в его жизни существует. Человек может идти к своему приспитеру, к своему брату ответственному и при его присутствии исповедоваться в грехе. Но это не будет называться исповедание. Почему? Потому что теоретически он это делает, а практически этот грех внутри остается. Почему? Он внутри себя не кается в этом. Почему? Он не видит серьезность в этом плане. Он не видит, что это именно та трещина в его крепости, откуда враг заходит. Он не осознает, настолько это опасное состояние, насколько это вот его приводит в состояние погибели. Он не понимает. Когда он это осознает, именно тогда он горько, горько, он кается и приводит перед Господом в сердце свое. Вот такое покаяние Бог принимает. Именно дьявол там, именно в этом покаянии уже не может действовать, потому что его сила там уже не действует. Потому что он не имеет возможности, не имеет опоры, на чего опираясь будет действовать в жизни этого человека. Второе положение, когда человек объясняет божественный промисел, божественные действия, божественные учения, образ Божий, объясняет, как он хочет. Одни называются пятидесятниками, другие называются баптистами, одни называются харизматами, третьи называются, значит, учениками, допустим, методической церкви. Разные, они по-разному все это объясняют. И я не знаю, почему они так делают, но я понимаю только одно, что здесь человеческий фактор начинает действовать. Именно человеческий фактор. Если в любой динаминации, если в любой общине действовал бы Бог, вот эта община или динаминация не мог бы получить себе имя. В Деянии апостолов мы не замечаем, чтобы вот община имела какое-то другое название. Там назвались братья, верные, святые, христиане. Мы не можем видеть там какое-то другое название. Но вдруг в Каринской церкви, замечаем, уже люди начали показывать себя. Одни называли себя Аполлосами, другими Кифинами, третьи Павловыми, четвертые только христианами. Вот это удивительно. Вот этот процесс приводит в состояние, когда бес начинает контролировать эту или иную динаминацию. Люди, находясь там, хотя и будут под милостью Божией, хотя и Бог может там некоторые творить и чудеса, и силы, и исцеления, но, однако, Бог не может там вполне действовать, как Он хочет, потому что человек уже допускает ошибку в своем богопочитании. Он почитает Бога так, как Он хочет, а не как Бог хочет. Бог освобождает человека, а не приводит в состояние скованности и, значит, плена этого явления. Третье положение. Давайте заметим так, что в «Отче наш» мы замечаем, что «И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». Когда Бог допускает определенное искушение в нашей жизни, что это такое? Он допускает определенного беса подходить к нам. Почему? Почему это делается? Написано, Петр, Петр, все сатана просил, потому что сатана не может просто-напросто сам лично что-то делать. Он должен просить. Он должен просить нашего Отца. Он должен просить нашего Бога. Он должен просить. Он не может не просить. Он, если бы ничего не представляет, вам не надо бояться Его. Вам не надо бояться вот этой темной силы. Просто-напросто знайте, что Отец наш, Бог, Творец наш, Иисус Христос наш, Господь и Бог, и Дух Спятой, Бог наш. Это могущество Против этой силы нет другой силы Вот против Бога нет другой силы И никто нас никогда Не сможет похитить из руки Бога Поэтому мы должны быть мощны И сильны и непоколебимы И когда Иисус Петру сказал Все сатана просил, чтобы рассеять вас Как пшеницу Он просит, он просит разрешения Чтобы это делать Вы помните, земля гиргесинская Вы помните вот эти бесы легиона Как просили Иисуса Христа Они просили Это иллюстрировано там Это показано там Не потому, что Бог слушает молитвы Бог слушает молитвы И прощения бесов Нет, это не так Это показывает конкретно Что дьявол не может Сам лично, что хочет, то и делать Он не сможет Помните 2 царство 24 глава С 1 стиха Написано, что дьявол восстал против Израиля И внушил Давида, чтобы он Сделал перепись Перепись Войска Чтобы он Подсчитал войска Вот Потом уже Мы замечаем В 21 главе 1 паралипоминон Что Бог Стал против Израиля И внушил Давида Чтобы вот и сделал То-то, то-то Там написано Дьявол Там написано Бог Что это обозначает То есть дьявол Это сделал Этот негатив Но по разрешению Бога По разрешению Когда Бог это разрешает Потому что вот Человек Человек Когда не хочет каяться Перед Господом Когда сердце человека Отклоняется Уклоняется от Господа Бог Чтобы привести его В это состояние Он допускает Согласно его отклонению Определенную силу Он допускает Эту силу И эта сила Приходит к человеку И человек Начинает Уже В удовлечении Оставаться На том уровне Или приходить На тот уровень Который хочет Бог Вспомним Исаака Исаак Ходил Если бы не Бог Он бы сделал Тоже те же Сами ошибки Как и Авраам Написано Что Не иди в Египет Исааку Бог Сказал Не иди То есть Его мыслях Было Идти в Египет Как Авраам Пошел в Египет Он тоже хотел Но Бог остановил его Потом в одном месте Его как бы Заставили Переходить в другое место Во втором месте Заставили переходить В третьем месте Заставили переходить Почему? Потому что Бог Через эти негативы Вот эти бесы Как бы через людей Нападали на него Он должен был Прийти на то Духовное состояние На то Духовное место Где Господь В Вирсавии Ночью В видении Должен был Открыться ему Во всех этих местах Бог не открывался ему Но когда он пришел На то место Куда хотел Бог Именно на это состояние Это будем называть Духовные Как бы Уровни Один уровень Второй Третий Четвертый Эти уровни Богу Не нужны Богу нужен Вот тот уровень На котором Бог хочет Говорить с тобою Если ты не хочешь Приобрести этот уровень Невозможно Бог приводит тебя В этот уровень Если ты будешь Противиться В твоем противлении Это будешь Только ты Как бы потерпеть Больше никто Но Бог Хочет поднять тебя На тот уровень Чтобы с тобой поговорить И через тебя действовать Почему и здесь Замечаем Что апостол Павел Когда встал перед Господом И просил Чтобы он убрал Одного беса Из его жизни Что за бес? Почему он пришел? Написано Чтобы я не превозносился Чтобы я не возгордился Чрезмерностью Откровения Есть люди Которые получают Конкретно от Бога Откровения И вдруг В жизни человека Получается Чрезмерное откровение Почему? Это для нас Чрезмерное откровение Бог хочет Открываться И открываться Открываться И открываться Но если он Чрезмерно Открывается Человеку Почему-то Человек Начинает Уже Дать месту Гордости Вот я Вот он я Через меня Бог это делает И Бог допустил Удар В жизни Апостола Павла Я не могу Объяснить что это за удар Библия об этом молчит Но говорит что Дано мне жало В плоть Ангел сатаны Чтобы удручал меня В армянском переводе Очень интересно написан Этот момент Там написано Ангел сатаны Чтобы боксировал меня А здесь в русском переводе Написано Чтобы он удручал меня Вот этот дискомфорт Духовный Который он имел В своей жизни Через плоть Постоянное удручение И он трижды молился Богу А Бог ему сказал Пусть останется Пусть останется Моя благодать Совершается в немоши И так Он уже говорит В 10 стихе 12 главе 2 Коринфянам Что я буду Как бы Радоваться И радушным быть В этих тесных обстоятельствах В гонениях Потому что Когда я Немошен Тогда силен Итак Власть Дьявола Когда Вот Эта власть В нашей жизни Мы постоянно Приходим к Богу Мы постоянно Ишим лицо Божие Это получается Как военное обстоятельство В жизни Израильского народа Псалмопевец говорит Когда Бог Поражал их Они Утром Рано Взыскали Лицо Бога А когда Бог не поражал Они Бог им не был Нужен Они жили Как жили Так же и в нашей жизни Когда Бог допускает Определенное действие Мы начинаем искать Лицо Божие Бог хочет Чтобы мы искали Его Постоянно Но человек Когда перестает Искать Только тогда Когда он думает Что он уже достиг Царства Вот почему Коринфянам апостола Павел Говорит Вы уже достигли Вы уже царствуете О Если бы вы царствовали Чтобы нам С вами царствовать Посему Вот это положение Царствия В человеке Приводит Такое состояние Как бы Состояние Штыля Покоя Но не божественного Бог убирает Покой из твоей жизни Только для того Чтобы ты постоянно Искал лицо Божие Здесь на земле Это место Богооткровения Где действует вера Там на небесах Где не может Действовать вера Там не может быть Богооткровения Здесь есть Богооткровение Через откровение Божие Человек освобождается И через тебя Когда ты Как Сын Божий Открываешься Уже открываются И другие люди Освобождаются И другие люди Давайте посмотрим На 16 главу Деяния апостолов Написано Что Павел и Сила Воспевая Молились Богу И все заключенные Внимали Им Вдруг Сильное Землетрясение Написано Двери Двери Всех узников Открылись И всех У всех Узы Ослабли Вы знаете Не просто так Ослабли Ослабли так Что они могли Снять это Да Потому что Вы посмотрите Бог приходит К нам И дает нам Возможность Чтобы мы Освобождались Если мы Земли Тогда В то Основание Вот Бесов На котором Они опираются И думают Что это Наш конец Все это Двигается С места Все это Двигается С места И это Основание Теряет Свои основания И вот На что Они надеялись Все это Открывается Эти двери Открываются И цепи Расслабляются Бог не придет Никогда Из твоих рук Не снимать цепи Ты сам Должен Снять свои цепи Ты сам Это должен делать Но Бог тебе дает Шанс Возможность Способность Это делать Ты должен Это употреблять Потому что В твоей жизни Не все Делает Бог Бог имеет Свою часть Которая действует Твоей жизни А ты имеешь Свою часть Если ты будешь Ожидать Пока Бог придет И в твоей жизни Будет делать Твое дело Он это не будет делать Если ты будешь Молиться И поститься Днем и ночью Если ты будешь Я не знаю Читать и читать И я не знаю Сколько душ Привести к Богу Ты никогда Из твоей духовной тюрьмы Не видишь Пока ты Свою часть Не будешь Выполнять перед Богом Поэтому эти бесы Приходят Они сковывают тебя В оковы И когда Уже приходит момент Когда ты каешься И вместо того Чтобы идти против Ты уже Покоряешься Под руку Под крепкую руку Бога живого Он тебя Виводит из этого состояния Вот начальник тюрьмы Придет Он тебя стимет Оттуда Он омоет Твои раны Он будет просить Прошения Он будет падать На колени И сказать Мужи Господа Есть такой бес Не знаю Не знаю Какой бес Это нам Не нужен Нас Пускай это не волнует Мы должны понимать Одно Тот Который допускает Это в нашей жизни Тот же Контролирует ситуацию Вы понимаете Если Бог Если Бог допускает Удар Потому что Ты достоин Или ты допустил Или ты привел В это состояние Если даже Вот Бог Допуская этот момент Контролирует Это же в твоей жизни Он контролирует Это Значит Ты под контролем Значит Бог Никогда Тебя просто Не оставляет Твой отец Всегда Тебя держит По своим Зорким взглядам Он никогда Не допустит Чтобы вот Было Над тобой Больше Твоих сил Искушения Или испытания И как говорит Первый Коринфян Но при искушении Даст и облегчение Чтобы вы Могли перенести То есть Так если дьявол Получает власть Действовать в твоей жизни И он начинает Действовать Радоваться Вот сейчас Сейчас уничтожит тебя Вот сейчас Вот тебя больше не будет Никаких проблем И тот момент Когда он думает Вот сейчас Это сделает И типа все Вдруг Открываются небеса И оттуда Божественная сила Дополняет Твой свет И оттуда Божественная сила Дополняет Твою силу И оттуда Божественная благодать Дополняет Твою благодать И ты получаешь Могущественное Откровение Присутствие Бога Слово от Господа Получаешь Исцеление души Получаешь Исцеление плоти Получаешь Исцеление духа Ты снова стоишь На ногах Ты непоколебим это сделает Дух Святой, это делает Бог, потому что Он верный в Своем Слове, Он контролирует твою жизнь, и ни один бес, и ни один дьявол, и никто никогда тебя из рук Бога не может похитить, потому что ты собственность Бога. Ты не должен бояться от власти дьявола, потому что власть дьявола подвластна Богу, потому что власть дьявола контролируема Богом, контролируема, и ты сын Божий, ты дочь Бога Живого, тебе нечего бояться. Всякая власть дьявольская приводит состояние человека под страх, под боязливое состояние. В 21 главе, в 8 стихе книги Откровения написано, что не войдут, не войдут в небеса определенные, которые боязливые, неверные. Первое слово написано боязливые. Человек, который с Богом общается, он не должен иметь боязливость. Он абсолютно ни от чего не должен бояться. Абсолютно. Если в данном положении пришла смерть и хочет его взять, в нем не должно быть страха. Один единственный страх, который должен быть в человеке, это страх Божий. А страх Божий – это святость. Это любовь. Это высшее понятие. Это дар Божий. И этот дар Божий человек получает только тогда, когда он просит у Бога. Вы понимаете? Страх Божий человек получает только тогда, когда он просит у Бога. Здесь написано про Иисуса Христа, 11 глава книги Исаия Пророка, что он был под влиянием страха Божия. Что в армянском переводе написано, что То есть, как бы, Христос должен стремиться, как бы, ко страху Божию. Вот так написано. То есть, когда у человека есть, как бы, жажда кушать. Когда аппетит появляется у человека – кушать. Вот про Иисуса Христа в армянском переводе написано, что его аппетит будет страх Божий. Вот это. И когда вот это превращается в аппетит для нас, страх Божий, тогда мы начинаем ощущать, что это не просто такая боязнь, когда мы начинаем ужасаться, что Бог сейчас ударит. Это не так. Значит, мы не дети Божьи. Мы не поняли Бога. Но вот этот страх – мы приходим к Богу и просим – дай нам твой страх. Страх – это для чего? Это ключ от того, чтобы нам не отступить от Бога. Поэтому 32 глава книги Иеремии говорит – «Страх мой вложу в их сердца, внутрь их, чтобы они не отступали от меня». Воу, какая благодать. Значит, мы, когда имеем страх Божий, мы получаем возможность и страховку не отступить от Бога. Вот это мощь и могущество слова Господа Завета. Итак.